Трёхпёрстка – это маленькая ржанка. Ещё недавно относилась к журавлям. На перепёлку обликом похоже, но привычки близки к уликам. Попробуй, разберись в происхождении такого вот природного явления. Есть с журавлями общее строение. Четвёртый палец потерял значение. В названии отразился данный факт. Трёхпёрстка, три перста, три пальца. На дерево не может сесть никак. Ей нечем за него цепляться. Зато удобно маневрировать в траве, носиться в дерновине по земле. Трёхпёрстки, как и журавли, не небо птицы, а земли. Летать они, конечно, могут, но время на земле проводят. А перепёлкам наш пернатый анатомически понятны. Похож размер и экстерьер, хвост, крылья, лапы, например. Их много роднит и с куликами. Крупнее самка занимается делами, но не семейными, а личными. Гарем самцов, как содержать, приличный. Трёхпёрсток на земле 16 видов, и в основном они теплолюбивы. Поля, луга, долины рек в тропическом раю проводят век. У нас в России водятся пятнистые. Предпочитают лесостепи преамурья. Редки и в книге красные записаны. Трёхпёрстки интересны и фактурны. Начнём с того, что самка понарядней, крупнее и, пожалуй, заурядней. Я вот считаю самок без птенцов ущербными, героями отцов. Их подкаблучниками называют. Они невзрачны, но птенцов оберегают. А я приветствую таких отцов, что жизнь всю пестует, растят птенцов. А самки могут содержать гарем. Там три-четыре ухажёра, которых отвоёвывают в спорах и драках на таку. На зависть всем. А главное у самочки манишка. Чем ярче превосходство дамы выше, такуют самка, издавая брачный крик. Оглохнешь, если к тишине привык. Протяжное бух, гудок напоминает, как будто пароход по мору проплывает. У птиц голосовые связки. Природа отдана лишь самке. Услышать паровозное гудение возможно лишь в период размножения. У самок чёткие различия в анатомии. Трахеи, пищеводы увеличены. В трахее создаются звуки, что в пищеводе резонируют прилично. Звучат они, как рёв дракона или скота на пастбище мычания. Те звуки слышны на большие расстояния. Самцы способны лишь на писк и на урчание. Недавно тысячи китайцев в горах услышали дракона. Кто там? Пойдём, найдём пришельца и выгоним его из дома. Но оказалось, это птичка длиною лишь 15 сантиметров. Гудит и рот не раскрывает, но всех своими криками пугает. Особенно активно по утрам. Наклонит голову, хвост вверх и крылья по бокам. И бегает вокруг самца. В итоге яйца. Поиск нового отца. Папаши и няньки в одиночку соорудят гнездо на кучке. Почти без выстилки, без затей высиживают яйца 10 дней. Палеандрия – свойство куликов. Ичья форма сходна, грушевидная. Яиц всегда 4 у трёхпёрсток. За куликами повторяют и видно. Птенцы все пёстрые, контрастные, напоминают куличат, но развиваются быстрее и в 10 дней уже летят. Трёхпёрстки очень плодовиты благодаря активной самке. 4 кладки за сезон. Пожалуй, птица – чемпион. Увидеть птицу затруднительно, ведь маскировка изумительна. Средь травки шмыгает тайком или идёт себе пешком. Своеобразная походка нам сразу выделит трёхпёрстку. Между шагами замирает и телом зад-вперёд качает. Сейчас движениями своими напомнит нам хамелеона. Да, птица просто уникальна в своей похожести бездонной. Взлетает крайне неохотно. Полёт прямой, довольно слабый и очень низко над землёй. Чуть отлетела – снова в травы. Вот эти птичкины привычки окажут ей плохую службу. То скот на выпасе затопчет, то человек гнездо разрушит. А хуже, если загорается трава и начинается пожар. Тогда у птицы нет шансов спастись от этих страшных чар. В питании преобладают семена. И птенчики едят лишь их. Но могут есть и насекомых, и мелких мух, и саранчей больших. Трёхпёрстки любят искупаться в сухом песке или пыли, подобной здесь курообразным. Так чистят пёрышки свои. Трёхпёрстка – да, знакомство знатное, чудное, необычное, пернатое. Близко различным семьям и отрядам я этой встрече очень рада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok